Обзоры смартфонов компании Nomi мы делали уже очень-очень много раз и вроде бы всех все устраивало, но один пункт оставался, скажем так, непроясненным. Потребителям нравилась и цена, и производительность, и функциональность, но люди обращали внимание на дизайн смартфонов. С другой стороны, за эти-то деньги грех жаловаться, но компания Nomi прислушалась к потребителю и сделала сверхдоступное устройство в металлическом корпусе. У меня в руках Nomi i5050 под кодовым названием Evo Z. Первое, на что обращаешь внимание, это, конечно же, дизайн этого смартфона. За такие деньги в таких устройствах редко встречается металл, а у этого устройства задняя спинка именно из него. В общем, и выглядит, и в руках ощущается бомбически. Кнопки здесь ложатся четко под палец, перфорация, под динамик не пугают черной пустотой, а экран играет цветами. И пускай это все местами напоминает где-то Meizu, где-то смартфоны Huawei, но все равно в руки взять приятно. Разъемы и кнопки расположены в привычных для пользователя местах. Ничего не вызывает неудобств, все привычно и просто. Micro USB снизу, разъем 3,5 мм под наушники обосновался на верхней грани, а кнопки регулировки громкости обосновались слева. Спереди на дисплее на нас смотрит глазок фронтальной камеры со вспышкой. А основная камера, вспышка и, внимание, сканер отпечатка пальцев расположились сзади. А еще смартфон может похвастаться индикатором событий. Второе, на что обращаешь внимание в этом смартфоне, это его экран. Здесь 5 дюймов и разрешение Full HD. Обычно в таком ценовом сегменте устанавливают HD-матрицу. Здесь Full HD, она яркая, сочная и даже сейчас в солнечный день я все прекрасно вижу на экране. Железо в смартфоне с оглядкой на его стоимость очень производительное. Здесь используется процессор от Mediatek MT6737T. В качестве видеоускорителя используется уже популярный Mali-T720MP2. Да, в тяжелые 3D-игры здесь, конечно, лучше не играть, хотя какие-нибудь средненькие аркады здесь идут аж на ура. При этом здесь это все работает на 3 гигабайтах оперативной памяти, постоянной памяти здесь 32 гигабайта. Если захотите увеличить пространство этого смартфона, то можете ставить карту памяти microSD, только придется пожертвовать одной сим-картой. Знаете, что меня действительно удивило в этом смартфоне? Это его софт. Он работает на Android 7.0 Nougat. При этом графическая оболочка здесь, грубо говоря, это чистый Android. Конечно же, здесь установлены сервисы компании Nomi, но в остальном это привычный для нас девственный Android. Фронтальная камера со вспышкой, то есть даже в темноте вы сможете делать неплохие селфи. Я думаю, что эта функция зайдет очень многим, ведь селфи сейчас делают абсолютно все. Мальчики, девочки, мамы, папы, бабушки, дедушки, все пытаются запечатлеть себя красивого. 13-мегапиксельная основная камера снимает, скажем так, неплохо. Вечером, конечно, проявляются шумы, но днем получается вполне себе неплохая детализация. Вот чего мне хотелось бы побольше у этого смартфона, так это аккумулятор. А здесь он на 2500 мАч. Этого, в принципе, хватает на полноценный рабочий день. Но если он был бы больше, то и смартфон был бы потолще. Поэтому здесь выбрали путь дизайна, скорее, а не автономности. Хотя, опять-таки, один рабочий день – это стандартный показатель для любого современного смартфона. Быстрой зарядки у смартфона нет. Он заряжается по microUSB, но это же и не флагман, да и даже не средний ценовой сегмент. Друзья, этот смартфон нам так понравился, что мы решили его разыграть среди наших подписчиков. Как всегда, все очень просто. По ссылке в описании к этому видео заполняете анкету, оставляете свои контактные данные, выполняете все условия нашего конкурса, подписывайтесь на канал Alloy, при этом открываете профиль в YouTube, чтобы мы могли проверить, подписаны вы на Alloy или не подписаны. Я желаю всем удачи. С вами был Иван Лучков и канал Alloy. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!